Старший науковый сотрудник музея Палацево-Паркового ансамбля Наталья Еутехова демонструет карту Гомеля 1910 года со знакомитым горелым болотом и некоторыми невеликими улицами вокруг его. Былое озеро, которое утворилось в опошке ледникового периода, делало это место малопригодным для жизни, при том, что протягивалось и оно практически до сучасной улицы Кирова. В начале 20 века здесь была окраинная часть города. Не было такого красивого широкого бульвара, на котором мы с вами сейчас находимся. Здесь стояли маленькие дома, улицы были немощены, и люди, наши горожане, передвигались по улицам на лодках, потому что здесь было достаточно много воды, и даже был такой интересный факт, что горожане здесь добывали песноводных черепах. Угады советской улады горелое болото поступово осушивалось. Еще до Вяликой Альчинной тут плановали зарабить в улицу, якая звяжа сучасную советскую с вокзалом. Али реализовать гэтая планы перешкодила война. В 50-х годах до идеи звернулись знов. Проект распроцовали гомерские архитекторы Ивана и Валентина Бурлака. По пропонове будовников, среди которых было шмат фронтовиков, которые вызволяли Гомель, новую магистраль назвали в улице Перамоги. Створенная тут инфраструктура, зарабила ее центром гандлевого життя города. Гомельчанка Александра Ярмоленко переехала сюда в 1978-м. Кажет, что все необходимое находилось, как теперь кажут, у кроковой доступности. Старт магазин это уже угловой, потом был тканя шел, потом шел малахитовая шкатулка, и березка была, которую только отпускали за иностранную валюту. Столовая здесь была, потом тут кафе была, баня, и ближе к бане был овощной, и тоже что-то такое, вот магазин, а теперь все это поменялось. Будовництво в улице Перамоги и шло от улицы Советской, именно в это тут пачинается и нумерация домов. У центра в улице у 1960-м открыли площу с одноименной назвой. Сегодня это одно из любимых мест в отпочинку городжан. А мальше с 10-го, где упобачь працует, 49-й детячий сад. Сегодня это дошкольная установа, одна из пяти, где выховываются дети же хоров проспекта Перамоги. Такую назву в улице отрымала у минулым годе. Зараз у дошкольной установе реализуется проект по духовным патриотичным выховании. Гонор-коллективу, сробленная с уместными намаганиями книга памяти. У центра уваги – лес и фронтовиков, родных работников детячего сада и батьков детей. Есть два героя Советского Союза. Один герой Советского Союза – дедушка, воспитатель Кириллианка Ларисы Николаевны. Три ордена славы имеет мой дед Разрешенко Николай. Мы собираем по крупицам от каждого. Мы разговариваем с родителями, мы разговариваем со своими сотрудниками, которые делятся своими фотографиями, архивами, газетами, письмами. И все это собираем, и получилась у нас вот такая вот книга памяти. Забудова в улице Перамоги вялась с 1957 года и в основном была завершена на приконце 60-х. Я еду женя, складая каля одного километра. Алексин Цюру, Светлана Главку, Сергей Жиленко, Телерадо и компания «Гумель».